На этой неделе уже можно было видеть первые результаты пенсионной реформы. Прибавку получило большинство пенсионеров. 9 миллионов, как и обещали в Камине. Кто-то получил 500, а кто-то и 2 500. Всё от стажа и работы зависит. Если шахтёр и в забое работал, 10 тысяч получи. Есть те, кому выплаты и не повысили. Почему? И на что рассчитывать тем, кому на пенсию уже завтра? Это расскажет Максим Бурлапов. Люди в очереди заметно волнуются. Никто из них не знает, какую пенсию получит. Это напоминает им лотерею. Билетики вытянет. Одним пенсию повышают сразу на несколько тысяч гривен. У нас есть доплата. 2 606 гривен. 99. Спасибо. Теперь пенсии этой женщины больше 5 тысяч гривен. Другим добавляют несколько сотен. На 200 рублей. Было 1400, стало 1600. А некоторым пенсию вовсе не подняли. Вообще нет. В Украине 12 миллионов пенсионеров. 9 миллионам из них, то есть большинству, пенсии повысили. В этом месяце в стране вырос размер минимальной пенсии на 140 гривен. Теперь она составляет 1452 гривны. Кроме того, после принятия пенсионной реформы, почти 6 миллионам людей провели осовременивание пенсий. Вот данные Минсоцполитики. У 1 миллиона 300 тысяч людей после пересчета выплаты увеличатся лишь на 200 гривен. Еще почти столько же получат надбавку в 200-500 гривен. Для почти 2 миллионов людей повышение будет более существенным – от 500 до 1000 гривен. И еще для 1 миллиона 100 тысяч пенсионеров выплаты вырастут более чем на 1000 гривен. Есть люди, которым пенсии повысили на 4000, на 5000, даже на 6000 гривен. И это вовсе не судьи, депутаты и прокуроры убеждают в Кабмине. Премьер на заседании правительства озвучивает реальные примеры, как реформа повлияла на размер пенсии энергетика, машиниста-тепловоза, шахтера. Микола Петрович, шахтар. Место Рубежный, Луганская область. Пенсия за веком призначена в 2007 году. Страховый стаж – 44 года. Из них 19 лет Микола Петрович работал на подземных работах. Значит, размер пенсии до перерахунка, зараз, яку он отримал, 4264 гривны. После перерахунка пенсия будет становиться в цей людине, шахтере, 10740 гривен в месяц. А вот как раз судьям, прокурорам, депутатам, министрам, всем тем, кто получает спецпенсии, выплаты не повысили ни на копейку. Пенсионная реформа этого не предусматривает. Не повысили пенсии и многим другим категориям. Тем, кто выходил на заслуженный отдых не по общему закону, а на особых условиях. Вот какая-то женщина. У меня научная пенсия. Считается, что это спецпенсия. Или какая-то мужчина. Меня не подвышили, потому что я науковый працівник. Все они могут прийти в любое отделение пенсионного фонда и попросить посчитать, выгодно ли им будет прийти на обычную трудовую пенсию. Если да, можно просто написать заявление и получать пенсию в новом размере. Формула для пересчета пенсии теперь будет единой для всех. И в этом кардинальное отличие от старой системы, говорит министр соцполитики. Раньше людям, которые давно вышли на заслуженный отдых, насчитывали пенсию исходя из устаревшего размера средней зарплаты в стране – 1200 гривен. И уже больше 10 лет размер пенсии не пересматривали. Поэтому большинство, больше 80% украинских пенсионеров, получали минимальную пенсию. Размер минималки понемногу рос, а остальные пенсии нет. Это привело к уравниловке. 40 лет стажа у человека или всего 15 – получай минималку. Это говорило лишь про одно, что справедливости в этой системе нет. Теперь же при расчете размера выплат берется базовая средняя зарплата в 3700 гривен. Это уже более адекватная сумма, которая отображает среднюю зарплату в стране за последние три года. И она применяется ко всем. Хоть 20 лет назад человек ушел на заслуженный отдых, хоть только вчера. Наиболее существенное повышение как раз и коснулось именно тех людей, которые ушли на пенсию давно. И все эти годы лишь наблюдали, как цены растут, а их пенсия нет. Количество стажа и размер взносов, которые отчислялись из зарплаты человека в пенсионный фонд. Теперь исключительно от этого будет зависеть размер пенсии. Кроме того, перерасчет пенсии будет проводиться и в последующие годы автоматически. Исходя из средней зарплаты и уровня инфляции в стране. Это также предусмотрено пенсионной реформой. Кроме того, в Украине отменили налог для работающих пенсионеров. У них уже не будут забирать 15% от пенсии. А людей, которые вынуждены трудиться после выхода на заслуженный отдых, в Украине полмиллиона. Раиса Гончарова, одна из них, работает в одной из больниц Киева. Говорит, на пенсию в полторы тысячи гривен прожить невозможно. Буду работать до тех пор, пока держат. Пока не увольняют. Пенсию женщина получает на банковскую карточку. Вот пришла отдельный смс. Ей добавили 995 гривен. Говорит, могло бы быть и больше за 53 года стажа. Но и за это спасибо. Деньги потратит на лекарства. В моем возрасте уже идет очень много денег на медикаменты. Я перенесла инсульт, как бы, и на медикаменты очень много. Мне это какая-то доплата, помощь, конечно. На повышение пенсии из госбюджета нужна сумма в 6 миллиардов гривен каждый месяц. Побегу в магазин, пока еще старые цены надо что-то закупить. И давайте привет министру. Сам министр соцполитики уверяет, повышение соцстандартов на рост цен не повлияет. Абсолютно никаким чином это не может вплынуть на ситуацию на рынке, потому что это не та хорошая масса, которая реально может на что-то серьезно вплынуть. В любом случае, зарплаты и пенсии будут расти быстрее, чем цены, уверяет Андрей Лева. Правли министр мы все уже скоро сможем увидеть. Максим Рлапов, Алексей Клюка и Андрей Хромцов. События недели.